всем привет и слава украине передача новости с хавказа продолжает свою работу с вами я гела басадзе и сегодня у нас традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым номером приветствую рома очень рад видеть дело здравствуйте как полос до украины с гаумар гост героем слава рад вас видеть достала меня это пожарная команда ничего не могу с этим поделать людям работать дело но не могут работать потише я вообще-то живу на 8 этаже и вот так слышно можно себе представить что на других ладика я прошу прощения за велическое отступление просто я знаю что это слышно я знаю что это раздражает зрителей но даже если закрыть дверь все равно слышно будет они такие громкие роман я вас поздравляю с прошедшим днем независимости и конечно же у меня будет большой вопрос такой системный вопрос по дню независимости украины но сначала я хочу чтобы вы рассказали про фестиваль борща да ну так знаете я сейчас нахожусь уже во львове сейчас вот мы поговорим пойду домой то есть сколько там 24 часа я пробыл варшаве может чуть чуть больше и на фоне событий в украине фестиваль борща он как бы сама название немножечко диссонирует вот но украинский борщ именно как борщ он не изменился борщ надо защищать на российских оккупантов убивать я там читал типа такое что-то лекции не проводил лектории и начал его с цитаты захаровой которая говорила что что украинцы не хотят делиться рецептом борща и поэтому это обосновывалось вторжением ну поговорили мне было интересно самое главное организаторы большую небольшую а все средства эта компания грэмми персонал я не знаю насколько они большие ну то есть меня вообще предлагать приглашали военные туда чтобы собрать на дрон для конкретного подразделения но они класса классно просто все это организовали потому что ну короче дрон будет это самое главное ну и я побывал стране нато есть смысл присоединиться к альянсу так что я тут всем могу таскать только спасибо за участие в этом мероприятии и однозначно всем рекомендуйте присоединиться к странам альянс это того стоит определенно тут бесспорно ощущение безопасности есть хотя мне там задавали вопросы такие что что думаете вы в нато у вас на вас тут не будут бомбить ракетами не говорю но как бы и если бы отвечать на этот вопрос просто то и или да или нет но вот по моему что нет там все таки шансов больше я абсолютно уверен том что если в нато точно не будут бомбить вас не будет других будут вас уже нет то есть тех кто в нато не бомбят ракетами это показала в общем-то это показала жизнь теперь я перейду к системному вопросу который я сразу же говорю я за него прошу прощения потому что он очень большой очень системный тем не менее ну как-то бабу-то здесь выгрузится что называется 33 года независимости как изменилась украина украина стала украиной без каких-либо на вот этих вот фашистских домишек с примесей если до 14 года тут шел этот процесс как бы этого принятия себя своей истории и так далее и так далее но мудрый путин на вместо того чтобы на этих противоречиях и использовать на этот капитал 350-летие оккупации или как говорили тогда дружбы в российских интересах он это все разрушил поэтому украина такая какая она есть самое главное вот я вот был в варшаве и все там прекрасно знаете все хорошо местами дороги лучшим чем в киеве безопасно как я вам сказал там я в гостях а тут дом вот границу пересек даже с ракетными ударами это наш дом и поэтому украина как убежище для всех украинцев она свою функцию полностью выполняет даже сейчас нам прежде всего сейчас этому такая найти вопрос очень философский не его можно очень долго обсуждать но по факту знаете все вот эти вот хитрые подлые они когда говорят чтобы вам ничего делать не надо вам надо только отказаться от вашего государства так вот выясняется сейчас что она цена сама по себе ценностью является это государство вот не всегда украина как мы знаем является матерью иногда мачехой но это не меняет этого главного подхода поэтому как это наступил момент когда словосочетание ли фраза украина была есть и будет понимают везде и в россии это понимают и в польше но и самое главное в украине ну вот наверное так то есть я могу знаете долго философствовать по этому поводу на это наш дом и я когда на фейсбуке свое поздравление с днем нашей нынки нашей батькивщины я написал что мы все знаем что за украину не надо умирать за украину надо убивать ну собственно все и я думаю что тут есть что-то добавить нет и исчерпывающе потому что самые важные моменты я просто хочу еще раз даже зрителей отметили то что за 33 года независимости украины действительно стала той украиной за которую стоит бороться и убивать действительно и отказ от государства звучит как-то показенному отказ от государства нет отказ от государства равен отказ от родины а отказ от родины равен отказ от самого себя кстати очень все просто и очень очень у многих очень многих народов тоже были значит тоже было желание сохранить себя у исчезнуших народов я имею ввиду в истории но у них не было возможности слава богу у украины такие возможности есть и они сейчас реализуются ну понятно что будет дальше знаете на этом фестивале делали паузу лирическую значит выступала ли он алена это украинская певица очень известная у нас и и я соответственно и делали мы это в одно время разные у нас аудитории в ну и возрастные и по смыслу немножко важны хотя дело одно было ну просто это разный жанр вот и на примерах площадках смысле ну да в одном в одном сквере но смысл к чему это все веду там мои люди были среди зрителей и передали мне такой разговор пойдем на концерт алены алены он все равно не знает когда закончится война вот это было интересно по молодых людей вот мы их подслушали то есть желание и простых решений она она никуда не делась и войну закончить желание есть но я тогда отвечая на этот вопрос сказал что это может закончиться на самом-то деле очень быстро например в этом году просто вот миллион этих как бы факторов но по факту не перси никто не знает когда она закончится нет вообще не вообще никто не знает и если кто-нибудь скажет что знает или если кто не скажет вот кстати по поводу когда закончится война и по поводу вот этого всего когда говорят знаете вот есть какие-то переговоры есть договоренности американцы россия китайцы эти самые хазарицы еще кто-то там хазарицев не было я их добавил от себя да 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 значит ну что у компании была полной вот я не верю я не верю что эти люди что-то знают и говорят они строят свое умозаключение на том на открытой информации я тоже вижу этот вопрос и я не могу сказать если договоренности нет и а если этого это неизвестно это бред какой смысл обсуждать просто гипотетические построения вот наступление в курской области это то что мы знаем да оно есть если кто не верит может поехать туда и посмотреть все остальное это все кстати мы когда шла речь о Варшаве одна это было очень смешно когда в одной комнате обсуждался вопрос поездки в суджу и в Варшаву но в связи с тем что у нас есть кружок как бы с нашим селом назовем это так я был делегирован в Варшаву но я просто об в некотором роде абсурдности ситуации когда можно и в НАТО поехать а можно и как это и в Российскую Федерацию заехать да ну да вот почему бы и нет в конечном итоге кстати очень интересный момент еще лет десять назад вот такой даже разговор можно и в страну надо поехать ну я имею ввиду до больше уже больше десяти лет назад уже да уже больше десяти лет назад еще совсем недавно в те времена которые мы хорошо помним вот такой же наш разговор он будет вызвал бы у всех управляющих ну да можно поехать и в Польшу и в Россию чего чего нельзя сейчас это звучит уже как как символ да тем более я в России давно не был дела вот есть шанс есть шанс побывать по поводу суджи раз уж вспомнили на этой неделе разгонялся разгонялся разгорался значит скандал не скандал в общем то страсти вокруг сока украины Владимир Копчак шикарный ролик опубликовал я его показывал так по телефону в общем если что зайдите на его страницу Владимир Копчак там кот с рыбой реакции надпись реакция это видео реакция сока украины на своих защитников когда кот убегает с рыбой и говорит ну не могу в общем он там матерно ругается говорит чтобы от него отстали значит защитники отстали то есть появились хейтеры появились защитники но самое интересное что ведь никто не обсуждал вообще о чем идет речь во-первых если речь идет о транзите газа то это будет ли транзит по старой схеме которая сейчас действует по новой схеме или не будет вообще решается в Киеве стопроцентно по поводу по поводу того что Газпром и Сокараченко договорились а о чем они договорились тоже ведь никто не обсуждал расскажите дело ваше восприятие этой ситуации вы же на Кавказе а мы тут вот как раз таки я они договорились о том что они будут возможно договариваться и когда я спросил у знающих людей я говорю хорошо я говорю вот по транзиту газа подождите транзиту российского газа через Украину в Словакию Чехию и Австрию в смысле Сокар нет российский газ вот сейчас идет идет сейчас идет через Суджу он он а Суджа наш Суджа наш но там сидят представители Газпрома и сидят представители украинской компании сейчас Суджа в нашей Судже сидят Газпрома ну да они сидят они измеряют они передают теперь вопрос такой у Украины есть три опции первая опция оставить все как есть вторая опция сделать так чтобы этот газ не был российским а был азербайджанским то есть азербайджан покупает у России и дальше ходит в Европу третья опция сделать так чтобы этот газ вообще не шел легче всего сказать что я за то чтобы этот газ вообще не шел и я и я думаю Роман Соболев тоже за это ну потому что да потому что Россия не получит миллиарды евро за этот газ проданный в Европе ну неважно поставленный в Европу верно абсолютно верно но в данном случае вот я не берусь решение за Киев я не берусь сказать что выгоднее Украины а что нет если что нужно Украине что нет нужен этот газ нужен ли этот газ для Украины в каких-то кстати небольшие объемы назывались но небольшие объемы тот ли этот газ который идет реверсом обратно в Украину ну и так далее в этом нужно разбираться но опять таки разбираться в каком плане насколько нужен но опять таки решение за Киевом для азербайджан как говорят уже азербайджанские майспекеры это лишняя головная оно нам надо вот сегодня будет с Россиным Мусабековым рекомендую посмотреть теперь дальше по поводу того что о чем они об этом вообще не сказано нигде вот ни слова ни пол слова не написано нигде что же написано в в том меморандуме между Сокаром и Господнем или вещи первое что стороны рассмотрят вопрос о поставках газа через Азербайджан в Иран к Пельсидскому заливу но в данном случае опять таки это такие деньги нужно вложить чтобы этот трубопровод реанимировать который был в свое время такие деньги что ну Азербайджан точно не будет вкладывать будет ли вкладывать Россия сомнительно Запад тоже точно не будет вкладывать запад если будет вкладывать то будет вкладывать деньги в расширение газопровода запад восток и там кстати там кстати есть вариант туркменского газа который сейчас Азербайджан вообще закачивает свой газ в эту самую обратно в скважину ну так для того чтобы там и давление было определено можно закачивать не газ туда но просто газ некуда девать Азербайджан и Россия конкуренты в данном случае они балансируют конечно потому что Россия все равно является той силой которая может очень сильно подгадить и второй пункт очень сильно подгадить и второй пункт очень важный пункт о том что они договорились о том что у них будут они будут делиться научными исследованиями в сфере разработки газа ребят это не совсем то что нам пытаются продать а дальше уже смотрим кому выгодно зачем кто за кто против в общем и в целом разгон этот не стоит выеденного яйца на самом деле и просто вчера просто просил ну азербайджанцы ну украинцы успокойтесь вы а Сокар Украина вообще не имеет к этому никакого отношения он ни в каких транзитах не участвует от того совсем ну понятно что это Сокар понятно что вот вот реальное положение вещей удовлетворил не удовлетворил интересно не интересно это уже другое дело можно принципиальную позицию занятия раз вы разговариваете с Путиным мы с вами не будем разговаривать но ребят слишком много людей сегодня слишком много стран разговаривать с Путиным давайте уточним значит дело что речь идет о том что Сокар может быть юридическим как бы собственником российского бывшего газа который пойдет в Европу да чтобы не российский газ шел в Европу а азербайджанский но дело в том что что-то мне подсказывает дело что Сокар и Азербайджан если бы не было каких-то предварительных договоренностей с Украиной они бы вопрос не выносили в публичную прососкость или я же это интересно потому что мне прислали блумберга информацию о том что Зеленский сказал что мы прорабатываем это так вот я же вам об этом говорю обычно так оно не бывает это вот так вот чтобы не с того ни сего но эта тема она не имеет прямого отношения вот к тому о чем договорились Сокар и Газпром они не об этом договариваются там договариваются вообще-то не Австрия Словакия там и немножко Чехия а там компании вообще договариваются ну Австрия Словакия и Чехия кстати Венгрии нет Венгрии в этой схеме нет вот многие говорят Венгрии нет Венгрии в другой схеме Венгрии в схеме голубой поток Турции так что Венгрии не имеют никакого отношения к этой схеме а что касается этого я еще раз говорю ну это очень серьезная тема и это просто технические специалисты например у меня я надеюсь уже постоянно то есть мой старый друг Михаил Гончар он считает это нельзя делать он считает что это чисто может быть интерес частых лиц и поэтому нельзя этого допускать то есть коррупционеров ну да да вот это оппозиция Михаила Гончара поэтому нельзя этого допускать вот эта позиция здесь если это ну то есть может быть как в свое время на Роскукуруэнерго было вот эту схему может быть повторят дальше я уже дальше я уже не знаю но я слышал мнение что сейчас сидят на этой трубе тоже частные лица которые с этого зарабатывают им невыгодно чтобы российский газ переставал быть там становиться вдруг азербайджанским потому что он сейчас какой-то другой тоже превращается как-то чтобы переставал быть то есть становиться азербайджанским суд же тоже такое мнение было и они разгоняют эту тему просто ребят прежде чем что-нибудь я кстати в данном случае говорю и украинцам и азербайджанцам ребят если вы не в курсе разгонять тему ну это не показатель патриотизма это показатель глупости одни типа того защищают свою страну другие защищают это не защита стран вообще-то у украины один враг а если быть абсолютно откровенными у нас у всех один враг и у азербайджана в том числе да 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 и у азербайджана в том числе конечно конечно об этом в принципе и идет речь а что касается всего всего остального но я думаю что мы достаточно потоптались на этой теме если у кого вопросы пускай напишут потом можем еще ответить но до декабря до декабря время есть что называется и будем смотреть а вот это азербайджан иран персидский залив я не знаю очень многие говорят что это прожект хорошо бы хорошо бы мост через реку построить чтобы там купцы торговали у манилова можно после силы сибири 2 и займутся нет они хотят они хотят только кто это будет вкладываться азербайджан платить себе конкурентов очень интересная вообще вот эта картина с этими потоками этими вроде бы как логистика дорога и так далее иран 15 лет тормозит железнодорожного участка грешта стара ну вроде бы как ну вот она железная дорога на южный кавказ оставим в покое россию мертвая мертвый рынок когда говорят север юг то какой север юг ну мертвый рынок он будет сокращаться дальше грузинским портам можно идти дальше можно идти по ходу Милисикарск турецкий портам но они упираются не хотят по политическим мотивам не хотят они иметь железную дорогу вот сейчас вроде бы начали строить ну там очень много нюансов которые просто ну я же люди которые все знают знают о том как договорились сша и россия за спиной украины знают когда закончится война знают как она закончится знают о чем ну то есть ну есть люди которые знают все тут должно внизу сразу когда люди знают что украина и россия штаты и россия договорились за спиной украины должна быть внизу такая полоска глубокая ирония да очень глубокая иногда даже горькая ирония за этих людей что ребят хватит вот возьмем еще одну тему тему которая разгонялась очень сильно тема помощи украине германии тема тема важная тема важная тема смотрим смотрим сюжет сначала нашего информационного партнера а потом говорим об этом вопрос сокращения помощи украине продолжает будоражить немецких политиков и подогревает слухи о кризисе в правительстве я выступаю за устойчивую надежную финансовую и военную помощь украине на ближайшие годы речь идет о безопасности европы до сих пор Германия не скупилась только в этом году Киев получил из Берлина около семи с половиной миллиардов евро однако теперь сокращение бюджетных расходов может ощутимо повлиять на помощь украине в следующем бюджетном году Берлин планирует сократить ее на 4 миллиарда евро и не выплачивать дополнительных средств из бюджета если они не запланированы заранее это же касается и вооружений поставлять будут только запланированные и одобренные системы вооружений такие как системы ПВО Эрис Т или танки Леопард в минувшие выходные переполох в Берлине вызвала газетная статья в которой утверждалось что из-за напряженной ситуации с финансами правительство планирует резко сократить бюджетные расходы на помощь в СССР со своей стороны правительство Германии объявило об изменении системы финансирования при этом должен измениться не объем помощи а ее источник дальше оставим это досматривать уже по ссылке а то мы сейчас весь сюжет покажем и так что на самом деле происходит давайте это разберем Демократия Демократия Дело не в демократии дело даже не в демократии из бюджетных средств требует требует министр финансов ну у него там свои политические причины вы потом посмотрите до конца сюжет там это требует министр финансов чтобы прямо напрямую из бюджета Германии что выделяется на 4 миллиарда сократить но объем помощи не изменится это как все очень просто на самом то деле это проценты с этих самых с российских активов Германии это отдельные компании которые отдельные значит эти самые транши с разных миллионных финансовых институтов и не только финансовых институтов Тим говорит что у нас 480 миллиардов евро о каких 4 миллиардах может идти это тоже позиция и сейчас эти две позиции схлестнули что типа того министр финансов говорит вот сейчас вот это ту же помощь мы же и будем оказывать ту же помощь там ведь очень важный момент когда Шортс говорит о том что во первых это вопрос безопасности Европы они это понимают лучше чем кто бы то ни было и во вторых все запланированные системы вооружения будут поставлены это означает что это означает то что по факту сокращений это не будет я не знаю могут быть разные обстоятельства по крайней мере они не планируют чтобы было меньше меньше другое дело что если бы они бы оставили то финансирование то и это еще добавилось бы могло бы быть и больше но вы же помните как эта тему разгоняется что все германия отказывается от помощи об этом дело вы знаете сколько идет война я всегда слышу вот эту вот дискуссию в разных видах кто как будет платить в каком объеме что будет поставляться и мне кажется глобально вот был только один затык когда в штатах была пауза с голосованием все остальное просто вот это вот я всегда привожу такой пример своим зрителям что вот все читают новости очень часто и запоминают только их например венгрия заблокировала выделение украины там чего-то и эти новости они повторяются 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 нон-стоп и все уже думают блин когда же этот орбан сдохнет вот но почему-то та же ну те же люди они же не читают продолжение сюжета и почему если она всегда блокирует почему потом все это выделяется все в рамках этих дискуссий поэтому я тут ну в части германии я не думал понимаете этот процесс договоренности он постоянный тем более те коллекционные правительства я же сразу сказал когда вы заговорили об этой теме что демократичная демократия нет понятно что эта дискуссия она нас немножко напрягает вот мы сейчас во львове вчера в Варшаве сегодня буду в Киеве читаешь новости ракеты полетели людей убило есть повреждения еще что-то и я то теперь когда слышу что немцы будут экономить на ракетах то меня меня тоже это напрягает хотя я будут немцы экономить на ракетах заголовки есть вот то есть мне эти заголовки они мне тоже не нравятся вот что я имею в виду но жизнь такая какая она есть так что не надо не надо бояться не надо охватить бабушку правильно абсолютно очевидно это подобного рода новости я еще раз говорю работает целая машина пропагандистская машина разгона так потом так новостей я понимаю что люди а тем более сейчас сейчас на фоне Курска самое время что-то вот что-то вот германия вот сокар вот но есть новость которая перекроет может вчера сообщил сказал про сейчас дуроведы наконец закроют кейса коровы дуроведы я про задержание павла дурова ваш выход что скажете ну как это следствие разберется вопрос в чем то что его обвиняют в чем его обвиняют но но в некотором роде логично я что имею ввиду вот они говорят о том что они не делятся информацией связанные распространение незаконной информации а особенно мне нравится что все те кто поддерживают по факту войне россии против украины россию там будь то мейджор тейлор грин или илон маск или там кеннеди младший или все или юлия латынина все они почему-то это про свободу слова начали говорить вдруг хотя вот хочется сказать что это за постановка вопроса на наведение ракет использование этого средства связи для координации российской армии это например но это же точно не о свободе слова то есть вот этот вот почему-то все считают что фри спич это право заявить что-либо причем анонимно и потом не нести за это ответственность вот я прошу прощения что перевел вот заявить я сам за то чтобы все заявляли то что хотели но извините ребята при всем при этом обязательно надо нести за все ответственность потому что это бьет я прошу прощения увлекся извините что перебил ну да то есть как это тут есть масса вот этих теорий что он там специально сдался чтобы я не знаю там понемножечку отдать там супер ключи соответственно американским спецслужбам но по моему жизнь иногда суровей их позиция была такая то есть адвокаты их официально заявляют что они контент там например спорно торговля людей не блокируют адвокат говорит но вообще-то подождите вот во всех странах независимо от государственного устройства есть такое понятие как санкция суда на прослушивание ну правильно там если вот проводится расследование а тут эти ребята говорят что у нас это не касается типа мы мы за фриспич нет ну так это не работает ну и вообще так забавно это когда вся там российская группа людей они например например не вспоминают что тот же те же фэйсбашники отжали у него вконтакте почему-то вдруг и ни у кого это не вызывает сомнений короче вот это вот правило насчет права человека значит право российских нацистов на свободу слова оно как минимум не выше права права мое моего права на жизнь и другие граждан украины вот и все поэтому тут нет никаких дискуссий они там сколько угодно вот и все но есть правда еще космологическая теория что в telegram вложились очень много криптовалют их в том числе называется имя Усманова то что они сейчас требуют то что была чтобы была прибыли а прибыли нет такой которая должна быть ну я не думаю что вообще нет прибыли и это тоже вопрос такой безопасности то есть Дуров сделал такой маневр сейчас очень много ну очень много разговоров например про то откуда летел Дуров летел из Баку на своем джете а вопрос а зачем Дуров ездил в Баку летал в Баку а зачем это уже по вашему а злые языки говорят что он там пытался встретиться кое с кем в смысле с маньяком да а ну я считаю в телеграме а вот да те же злые языки говорят что не встретился а раз не встретился решил сдаться ну ну я не знаю ребят когда я сразу когда про Дурова было я сразу сказал что я не знаю я сейчас даже говорю не свое мнение я сейчас озвучиваю просто различные версии и когда человек не знает ему не стыдно сказать что он не знает гораздо стыднее утверждать что ты знаешь если ты не в курсе поэтому я не знаю что там Дурова специально он сдался не специально он сдался и так далее и тому подобное кстати по поводу того что вот единственная площадка которая видите а дагестанские телеграм-каналы закрыли во время вот когда были погромы в Дагестане Дурова закрыл я не говорю что это плохо наверное может быть это и хорошо но ведь закрыл но как-то выборочно работает право и свобода да слово то есть для некоторых если это касается жопы Путина то эти же люди которые сейчас кричат про свободу слова они почему-то уже не кричат то есть какой-то избирательный подход да нет то что на русскоязычном пространстве у москвы конечно же гораздо больше возможностей чем у нас у всех еще и потому что они просто больше туда денег вкладывают и больше внимания уделяют это факт медицинский факт и это на самом деле скверно потому что постсовок и даже не только постсовок является во многом русскоязычным пространством а сейчас технологиями перевода очень многие я просто знаю очень многих моих знакомых на том же западе которые говорят я на русском читаю с русского хорошо переводят я говорю почему на русском а типа перевожу с русского потому что более подробно пишут чем у нас у нас пишут так да хочешь узнать что-нибудь начинаешь искать информацию нарваешься но это уже вопрос не к дуру это уже вопрос к нам ко всем это уже вопрос с нашей эффективной работой потому что ну реально я не думаю что человек разумный у которого есть элементарная логика логику может включить послушав аргументы их и послушав аргументы наши может принять их точку зрения допустим он абсолютно нейтральный он с адактиты просидел там в адактите там в экспедиции десять лет и приехал сейчас не может порядочный человек принять их точку зрения изучил вопрос но вот ввести его заблуждением можно легко приятный вопрос задать говорят что если человек не украинец он не может произнести это слово ну без ошибок и так далее и я не могу но я произнесу так как умею что такое познится там много слов таких созвучных полянытия залезнытия шибы я сейчас не про залезнытию спрашиваю я про полянытию спрашиваю это хлеб и ракета дрон вот что там у нас с ракетой и дроном и троллигом сотового уровня назвали это конечно троллиг сотового уровня значит тут у нас есть разные номенклатуры оружия и систем поражения я бы тут не назвал на названиях концентрировался а вот на интенсивности боевых действий но и в частности ударов наших по на российской инфраструктуре и по российскому тылу и их по нашему так вот если два года назад они нас вносили в одну калитку то вот сейчас мы на таком вот мы сейчас с вами разговариваем только воздушная тревога закончилась по всей стране ну то что искал погибший так далее там что-то разрушили где-то света нету где-то что-то ремонтируют но смысл в том что вот уже сейчас по некоторым позициям например мы перешахедили на российскую федерацию уже то есть по этому пункту далее будет соответственно и по системам ракетного вооружения и все вот эти вот люди которые промолчали или поддержали вторжение в украину будут это все вылавливать даже сам факт уже этом не знаю долетела до энгельса до аэродрома но до энгельса до самого долетела и все же знают что оттуда стартует ту 95 бомбить украинские города пройдет не так много времени они перестанут стартовать оттуда вот смотри аэродромы во всех приграничных областях год назад там они тоже использовались по максимуму а теперь оттуда не летают уже вот мы найдем способ что вся эта долбанная российская авиация она или будет уничтожена или будет в районе это не знаю будут прятаться возле 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 великого японского государства где-то там на островах спорных так и там прятаться не удастся потому что японцы тоже с ними мирного договора нет ну вот я не знаю раньше вот они возле финляндии на линии прятались возле нато потому что считалось что это будет далеко и безопасно самое безопасное граница на то на самом деле реально ну вот мы не члены альянса поэтому я бы не был так уверен по этому поводу в общем я просто говорю о том что было приятно что к дню независимости президент рассказал о наших достижениях это важно людям рассказывать но критерий сейчас такой момент что никакие слова будь то президента будь то разработчиков будь то там публикации где то что вот украине там что-то придумали это это конечно интересно но критерий это один это массовость использования на территории врага вот если мы читаем в новостях сгорел такой-то аэродром вместе с летчиками мы надеемся тогда вот это изделие готово тут сколько восемь дней бы болит болит и горит царь нефтебаза в пролетарском называется база росрезерва плохо назвали кавказ и пророс резерв я пророял кавказ причем кавказ вот я к тому что вот тут видно как это работает это и это работает и ни у кого нет сомнений и сам населенный пункт там немножко подгорел и всякое такое люди гляди и антивоенных настроений там станет немножко больше ну в чисто теоретически хотя мы их будем уничтожать независимо от того что они себе там думают понимаете это военный объект и они туда заправляют российские танцы а вообще соляры сгорела столько что я не знаю в теории можно было бы дать и в очередной раз дайте но что-то что-то пошло не мы видели единственный паром который был опять-таки порт кавказ что они все кавказом называют мы все перри дело все переименуем все будет правильно кстати вот опять же с точки зрения парома но специалисты например там defense экспресс почему-то думает что это была украинская ракета а я вам сказал что будут потом и ракеты прилетать так это же не просто паром это стратегический паром который там перевозил 30 цистерн это последний действующих действующий был паром на этом участке там есть еще один авангард он сейчас на ремонте по нему тоже как-то прилетела но в принципе но его можно отремонтировать его когда-то отремонтируют вот этот конкорд все он того бульки и тут уже без шансов судя по всему но как это нефтепровозов дизеля проводов в крым нет и они будут возить это вот таким вот образом а это как многие люди считают что это изоляция театра военных действий в некотором роде но не знаю так ли это не но будем посмотреть в любом случае это правильное явление приятное во всех отношениях потому что ну кто-то скажет у чего приятного там соляру сожгут ребят чем меньше будет заправлено соля в их танке там были там бмп тем меньше погибнет путей очень очень простая логика для тех кто еще не понял ну да так так что тут нечего добавлять ну тут главное другое что вот это вот прошедшая неделя перед ним независимости но как бы это крупные успешная операция украинских сил обороны на российской территории реально в глубоком тылу там где они думали что они там в домике эти падлы а падла оказались нифига не в домике они просто оказались падлами вне домика и вот это важно понимать даже сегодня вот этот мощнейший ракетный удар давно не так сколько не лупили по нам когда мы пишем статистики что сбито что не сбито нет но они били по нам а мы по ним а полтора года назад только они били по нам ну как это я я все равно вижу качественные изменения и и правильный тренд в конечном итоге до звук хотелось бы как можно быстрее дойдем до ситуации когда мы будем по ним бить они по нам уже не смог будет как это как практически в этом анекдоте маме пусть путин договориться с зеленским чтобы было как раньше чтобы мы мы их убивали они нас нет но как раньше не будет вот не будет это не можете не переживать а вот наоборот вполне возможно даже неизбежно не потому что не заходят не смогут большое спасибо большое спасибо за очень интересную безеду и большое спасибо за то что нашли время несмотря на то что были все лишь в дороге понятно что спасибо от всех наших зрителей верим за сау и слава украине героям слава делом спасибо